Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодых музыкантов из 50-55 городов Российской Федерации В возрасте от 10 до 22 лет Помимо Фредди Кадена, который будет дирижировать сегодняшним концертом Мы на блеск подход пригласили, приняли участие еще двух музыкантов в оркестре Это Анастасия Тимошенко, которая в этот раз с нами едет в качестве концертминистра Скажу честно, у нас Настя с самого-самого первого состава с 2013 года И мы ее пригласили в этот тур по той простой причине, что целый ряд ребят В связи с закрытием своих учебных заведений по тем причинам, по которым Юрий Абрамович не смог приехать Не смогли принять участие в турне Я очень рад, что Настя и согласилась вытянется в местном оркестре в этом клубе Несмотря на то, что она в оркестре сейчас уже не участвует официально И Лиза Вовчин Лиз из какого возраста в оркестре? Из 9? Из 10? Это уже сколько? 4? 4 года А он есть из Ярославля, это все из Винославля И ведь он уже в Москве, прекрасно Мы всех находим в разных городах, а потом постепенно все перетекают в Москву и в Питер Который ряд навел очень Давайте я могу еще много минут поговорить Скажите, пожалуйста, сколько сегодня будет музыкантов на сцене? Порядка 100 Порядка 100 И скажите, пожалуйста, вот когда вы... 97 А? 97 97, ну я думаю, что это точно должно быть известно Да, да, да Скажите, когда вы подбирали эту программу, то что-то... Все вот у вас... Мы сегодня услышим все то, что написано в программе? Кроме русской песни Стравинского, потому что мы потеряли солиста по поводу в Санкт-Петербургу А программу мы бы старались формировать достаточно разнообразно Но в этот год такого странного юбилея Бетховена... Естественно, вы играете Бетховен С тем, чтобы это отметить Поэтому мы решили все-таки во втором трене играть одну из них по Летховену И героически в этом отношении нам показалось самое правильное что-то Плюс в первом трене исполняется большая серенада Александра Владимировича Яковского Которая написана специально по заказу этого коллектива и коллектив играл премьер Видимо, с учетом каких-то особенностей этого коллектива? Нет, это был заказ, который мы размещаем примерно раз в год разным композиторам Я считаю, что это очень удачное произведение Александра Владимировича Мы его четыре года назад сыграли впервые Вот сейчас мы решили его браку как-то вдруг повторить Пложно было играть соло или ромбашмет Но мы попросили двух музыкантов оркестра, один из которых здесь стоит Сыграть Навару Сарасата, который был спустим праздничный у Вертура Шостаковича Здесь много смыслов Мы вкладывали в то, чтобы это произведение прозвучало в начале всех концертов тура Ну и в Санкт-Петербурге особенно все-таки Клормония именно имя Шостаковича носит Погромче чуть-чуть Погромче чуть-чуть Меня зовут Елизавета Ворчук, у меня 14 лет У меня экраны грамотные Как за ощущения, где у тебя сидят на карантинах, пока еще не дома А тут такая насыщенная жизнь, у нас взрослая, достаточно жизнь Не ломает она, наверняка что-то растет Расскажи твои ощущения в этой активной жизни, хоть маленькой девочке, у нас достаточно жизнь Я... Лиза Она уже 4 года в оркестре, поэтому ей сложно вот это, что ее ломают Давай хотя бы с того, с чего началось 4 года назад Все, не бойся Наверное, забейте, что старше Немножечко от всех каких-то перипетистов Ну конечно, я устаю Причем очень сильно, но Он как-то уже... Он как-то уже... Начинает привыкать уже... Не усыпаться и много репетировать И... У нас же свои эмоции есть в этой концепции жизни? Конечно Мне нравится выступать на сцене И салют Салютка и в отресне Просто... Вы много знаете девушек 49, которые собираются в оркестре? Честно говоря Если такая доземная А можно вопрос к дирижеру Скажите, вы работаете со многими оркестрами Вот какова специфика работы с молодежным оркестром? Они быстрее схватывают, медленнее? Вам приходится как-то специфически с ними работать? Конечно, конечно Есть, конечно, некая такая специфика Что с ними какие-то вещи легче делать Чем с профессиональным оркестром А какие-то труднее Что легче? Они более податливые Так сказать Они... Знаете, как некая такая... Глина Которая вот Вот Можете И делать форму Которую тебе нужно Они еще Вот именно После формирования Как музыканты И... С ними легче Какие-то вещи сделать В этом плане Творческие Трудно В каком плане Они... У них нет опыта Или, вернее, скажем так У них мало пока опыта Кто-то повозже Кто-то уже пришел в оркестр раньше Кто-то позже И опыты разные Есть вообще ребята В разных возрастах Которые вообще Первый раз играют в оркестре Или там играют У себя В училищах В школах В своих Учебных оркестрах Но такого именно Опыта В большом сиконечком оркестре С трудными произведениями С серьезными Полотнами Это для них Первый И конечно Сигологически Может быть иногда Будет сложнее Ага Или просто Они боятся Сцены? Не Я бы не сказал Ага Дело в том, что Они же все-таки Профессиональные Учередения Они уже понимают Как бы В каком Тексас Поле Они будут развиваться Да И Ну Может быть Какой-то Но такой нормальный Они все-таки Уступают Как ученики Как студенты Как учащихся И Потом Это все-таки Игра в коллективе Это немножко другая Другая Чувство Ну все равно Отвязано У нас большая Конечно Они Конечно Они испытывают Или какие-то Трудные места Произведения Ну Я бы не сказал Что они Сильно Не знаю А значит ли это Что они полностью На сольной карьере Поставили крест И всегда Будут только Я это не могу сказать Дело О том Что значит Сольная карьера Сольная карьера Конечно Сложность Проливаться Да Такой огромный мир Где Очень много Конкуренция Это все понятно Но Трудно сейчас Рассказать Трудно Кто-то Пойдет Лучше Как солисты Кто-то Будет Ну Шансамбироваться Потому что Тоже Тультура Игрии Пока Трудно Это Мне кажется Специфический характер У тех Кто играет В оркестре Здесь очень много Очень много Я вам скажу честно Что Хорошая музыка Везде будет хорошо играть Ну Да Ну Здесь Таким опытом Была выработка Система подготовки Мы собираем Ребята На 6-7 дней В зависимости от сложности Программы Но в это время Они Бесконечно Занимаются Подготовкой У них С 9 утра Начинаются Груповые Где-то К 8 часам вечера Проходят Две большие Репетиции Еще групповые Поэтому Действительно Они живут Довольно напряженные Остается только Удивляться Как они еще успевают Учиться в общеобразовательной школе Ничего Ничем Но это все-таки Оркестр сессионный Он не постоянно существующий Если он существовал Постоянно Все поиграли в церковь И Наверное С трудом У всех Нет Ребята После проведения Рефекционной сессии Возвращаются В свои учебные Заведения В свои города И продолжают Нормально Учиться То есть это Мобилизует Работа в оркестре Мобилизует Все способности Конечно Ну мы Желаем успеха Наверное Спасибо Да Можно индивидуально У нас в прошлом Остался Один канал Который Далеко держит микрофон И Желаем успехи Если мы визуально У вас Три минутки Че угодно Одно Поклубки